Welcome, welcome, welcome. Предпоследняя игра на сегодня. Но для этих команд еще 5 игр, включая вот эту. CLG и супермассивая. Тарджет баны были от команды CLG. Не понравился им Twisted Fate, который чуть было не порвал европейские заднички. Fizz, который от Fafabolos мы пока только Fizz'а видели. Fafabolos у нас пришел, как видите, на топе будет на это расстоять. И, конечно же, бан Барда от Дамблдора. Против этого играть им точно не хочется. Что же касается суперхотов, супермассивов, они забрали себе Люциана в первом трейде и забанили Кейтлин. В общем-то, со Stixxime они таким образом решили побороться. Плюс забанили Райза, видимо, им не нравится. И не понравилось отдавать на фирспике Иксмите Нидали, который хорошо на ней отыграл в предыдущем матче. Но, походу, это будет Сарака, Азир. Сарака плюс Калиста. Но мне нравится Сарака плюс Азир, а вот Сарака плюс Калиста мне не очень нравится. Видимо, Калиста это единственный вариант, который оставался в голове у команды CLG. Эз почему-то с Stixxime его решил не играть. Хотя из реальной... Может быть, это связано с тем, что Люциан может Эза иногда убивать один на один в неудачные моменты. Но вообще С плюс Азир очень хорошая комбинация. Много замедления, много контроля. И не дают подойти. Выбирает супер массивы себе последнего чемпиона. Грейвс на топе? Нет, Поппи, Поппи, Поппи. Какие-то странные долгие выборы были от Дамблдора. В итоге он Поппи взял. На Поппи у него пока винрейт 0%. Он два раза играл Поппи против китайцев и против корейцев. Ни разу Поппи не сработало. Но там он играл против Браума и Алистара. А в этот раз он играет против Сараки Афраму. Это как альтернатива Алистару. Вполне может сработать. Поппи как саппорт рабочая тема. Дело заключается в том, что в важной тимфайте вы сможете ультой выкинуть парочку игроков из тимфайта. И для этого мне нужно даже топеру быть Поппи. Плюс у вас есть крауд-контрол. Плюс у вас есть возможность останавливать прыжки. В общем, не самый плохой чемпион. Тяжело стоять на линии? Да не сказал бы. На линии тоже можно легко отстоять. Единственное, что на линии для Солокушки не самый лучший чемпион. Потому что на линии килл потенциал слабый. А если ваша Декерри не знает, как играть с Поппи, у вас какие-нибудь комбинации Кейтлин плюс Зайра, они просто уничтожат. Ваша Декерри будет еще жаловаться, что у вас Поппи саппорт. И игра будет слита только из-за этого. Люциан плюс Поппи, мне кажется, слабый вариант. Лучше, конечно, Поппи работает с какого-нибудь Калистой, Тристаной, Корки. Ну, такие вот чемпионы, которым вроде фармиться-то и не супер тяжело. Но если оппоненты решат вас заулынить, вы можете сделать сразу контрол ин. А вот Люциан контрол ин, он чаще будет убегать, а не воевать. Люциан в этом смысле плохо. Ну, и с Кейтлин, соответственно, тоже Поппи не очень хороший комбой будет являться. Опять большую себе соску взял Дамблдор. Два раза он уже этот скин брал. Этот скин какой-то забагованный, как мне кажется. Тут Нару тут же пошел с Хухи воевать. Хухи тоже поставил солдата. Но продвинуть солдата пока не смог. Вот второго уже влепил. Ребята тут агрессивненько начали. Правда, оба джанглера... Ой-ой-ой-ой, Хухи небольшие проблемы. Хмит прожимает W и прикрывает его. И сейчас должны будут делать массовые реколы. Хухи даже дальше отходит, понимая, что Нару может сейчас с флэша впрыгнуть и нажать Ignite. И отошел еще дальше. Что у нас получается? В первом круге Сапы, как сказал Афраму после матча сегодня, после матча против СКТ, когда они победили, они проиграли Сапам, потому что их перепикали. Перепиканы они были хорошим пиком на бутлейне. Там был Барт плюс Лициан против Северки. И я не помню, кем было Фармо. Что-то вылетело из головы. Ну, и они сказали, что попытаются сейчас перепикать в ответ. Ну, перепикать я не думаю, что у них что-то могло получиться. Могли просто хороший пик сделать себе в начале. Линии не должны быть очень уж легкие для них. Хухи на Азире сыграл неплохо в предыдущей игре. Кстати, я удивлен, почему Жанну не взяли. А, ну, Жанна со Стиксаем еще хуже. Заходила бы, ой, Нару, как много урона получил. До силы целых джешников высока. Пытался Хухи себе 25 голды набить, но пассивка Нару умерла раньше. То есть, второй левел получили они одновременно. И тут выходит Сарака на ганг, нажимает барьер, отфлэшивается Нару. Нару собирался точно убивать, но это вам не сраная солокушка, где всем насрать на то, что у вас на миде проблемы. И охреневает там мидер оппонентов, который у вас 24 часа пушит из 7 дней в неделю. И одновременно с этим еще и харасит. Вот здесь ребята сразу наказывают такое. Прибежала Сарака сразу хилять Хухи. И это огромная потеря фарма и темпа для Нару. Ему приходится реколиться, наверное. Нет, он остается пока на линии. Но это означает, что он следующий пак потеряет. Так или иначе, все равно будет зафрижена линия Хухиком. И по фарму он идет вперед. Ну а свап продолжился. Датшан вернулся, Афраму вернулся на линию. И вместе со Стиксаем они ее ломают. То же самое делают и сапы. Сапы, кстати, тоже не в АФК были, когда у Лебланка начались проблемы. Сразу же побежали спасать ее. И спасли, в общем-то, дали ей легкий побег организовать. 17 фарма на 14. Но фарму Хухи впереди. Другое дело, что Лебланк сделает рекол на таких же деньгах. И поэтому, по сути, купит то же самое. Кстати, у него дополнительный дэмэдж 2%, судя по всему, в мастерках взяты. А потому что, мы видите, у него нету фляжки, ой, не фляжки этой, хилки на ману. У него хилки просто дают ХП. Ну, 24 на 14. Вот оно вам, как бы, преимущество. То самое, тот самый приход с Араки. Плюс еще саму Нирспел лишний есть. Зато Нару играет на классном скине. Скин феи на Лебланке. Фейри. Очень красивый. Да, тут комментаторы сейчас обсуждают. Это Люциана. То, что тот купил кул, а Калисто не купила кул. И делает предположение... Я вот не помню, как зовут этого английского комментатора. Что... Ну, не предположение. Он, наверное, Адекерий Мэйн. У них вообще коллектив из всех составлен. У них есть и Топпер, и Адекерий, и Саппорт, и Джанглер Мэйн. И ребята, вот как бы... Ну, Джанглеров, кстати, больше. У них три Джанглера получаются. Дэфиши — это Саппорт. А у них мидера нет, кстати говоря. Если так посудить, у них нет мидера. Я сейчас, ну, коллектив риудских комментаторов вспоминаю, и у них мидера нет. Все остальные, они как раз не мидер. Видимо, мид все же требует больше, чем просто аналитику. Требует еще немного хотя бы скилла. А на всех остальных линиях можно без скилла чисто за счет шаутколов и аналитики выигрывать. Ну, так ладно. А к чему они там рассказывали? То, что Люциан почти всегда берет кул после бэка на этих свапах. Связано это... Он не объяснил с чем. Просто, ну, кул выгоднее, мол, брать на Люциане, чем на... Ну, чем Стиксайо на Кендретке. Кендретка должна все же идти в Айтемы быстрее. Можно, ну, самому подумать. Типа, Ботарк дороже, получается. Поэтому она не имеет права терять деньги. Она начнет проигрывать по Айтемам тогда. Но ведь она все равно не заласхитит эту соточку. Ну, я пока эту логику не улавливаю. Но мы видим, это правда. Обмен Дрейка на Рифт Геральда. Стандартный, абсолютный обмен. Обе команды пока идут... Как это называется? Нога к ногене. Лицом к лицу, нет. Писечка в писечку. Я не помню, как в русском это говорилось. Ноздря к ноздре. Я вспомнил. Я вспомнил это выражение. Вот. Они как идут. Ноздря к ноздре. Поэтому единственное проседание идет на миде у суперхотов, супермассивов. А у команды ЦЛГ проседание у Каллисты. Но тут оно проседание временное. Забавный размен. Нару отпрыгивает. Флэшится. Хухи кидает под вышку. Попадает, кстати, удар в вышке. В Хухи впрыгивает Дамбл Додж. Прилетает сюда Даршан. Делает килл на Лебланке. И не может подойти Хухи. Потому что в него впрыгнет Фафабулос. Фафабулос прыгивает. Делает на нем такие килл. Подошел все же чуть-чуть Хухи. Дать одну автоатаку. И килл в килл разменялись. Турки. За кого я болею? Давайте так пойдем. 4-2 ЦЛГ идут. Извините. 3-2 идут ЦЛГ. Они могут сейчас стать 4-2. 4-2 уже идут Флэш-Вульфу после победы на ДСКТ. Супер Хоты. Блин, да. Супер Массивы. Идут 1-3 на данный момент. А, 1-4 на данный момент. Если они выиграют сейчас игру. Они перегонят европейцев. Которым еще впереди играть с китайцами. Игра будет в запасе. О-о-о-о. И своровал Хмитти себе этот процентик. Фабулос ловят и убивают под Экзостом. У Хмитти большие проблемы, но он прожимает ульту. Остается уже бэх. Афраму вкидывают во всех. Афраму за это убьют. Но Стиксай пытается сделать килл. Получается, у него дабл килл он делает. Но за это его убивает Люциан. Килл в килл получается. Но Хмитти, как долго он убегал, непонятно. Может ли он заэкзекьютится, тоже непонятно. Он прыгает. Нет, килл достается все равно Лебланг. 3-4. Битва была неплоха, но вот это и есть проблема Сораки с Калистой. Жанна с Калистой лучше зашла бы. Но Жанну они не хотели, не знаю почему, брать. Но может потому, что у них нет недали, которая могла бы отхиливать. В прошлый раз-то у них была недали с отхилом. А сейчас они решили пойти Афраму с хилом. Спасать будет Хмитти, которая будет улететь. Ну, в общем, два хила. Неплохие комбинации. Но Жанна вообще-то с Кендреткой тоже классно сочетается. Просто видите, Калистой сейчас ультанула Сораку. Сорака впрыгнула и ее тут же ваншотнули в ответ. То есть, ну, в чем прикол? В чем прикол кидаться с Араками? Ну, Сорака должна стоять за спиной. Вот оно не очень. Нет, все же Жанна была бы лучше. Я тут немножко защищал пиков Афраму, но считаю это не так. Хухи небольшие проблемы. Дамблдош уже даже сюда подошел. Готов был закинуть свою соску он уже в лицо Хухику, но нет. Хухи отошел под башню. 33%. Кстати говоря, странно. А если так подумать, на прошлый... Вчера. Вчера это было? Какой на прошлый? На прошлом уикенде хотел сказать. Вчера голосование было не в пользу ЦЛГ в этом матче. Я еще сказал, что у турков просто огромная база фанатская. Ну, просто турков очень много, которые играют в Лигу Легенд. И, понятное дело, они за своих будут болеть. Тем более, что их свои третий год подряд на МСА. Почему бы не поболеть за ребят? Да, регион слабый, но ребята... Ух, как Сиксай хотел сделать красиво, но попал в Дамблдора, по-моему. Он хотел кушку перекинуть с мопца на Лебланк и после этого нажать Ешку. Но попал в Дамблдора и нажал Ешку. Ну, соответственно, не нанес никакого урона по Лебланк. Так вот, да, про турков, про голосование. А у ЦЛГ, мол, масса хейтеров, и поэтому никто за них не голосует. Там процент был что-то по типу 70 на 30. Сейчас же почти обратные проценты идут. Такое впечатление, что ЦЛГ из-за того, что начали выигрывать... Вчера они выиграли... Ну, и сегодня выиграли у СКТ, вчера они выиграли у Флэш Вульфов. Они в глазах своих болельщиков вдруг резко поднялись. А, вчера они, кстати, у Европейцев выиграли в РУ. И, чтобы вот сегодня они не проиграли, люди решили за них все же поголосовать. Ну, пока супермассивы выигрывают. Нару здесь коммуниздит мопсов, набирает статистику себе. Хухи пошел проверять, а мопсов-то и нет. 77 фарма на 80. Отвратительный фарм у двух мидлейнеров. Ну, знаете, это та самая ситуация, где... А не закрыл бы ты ротик, можно так сказать. Потому что я вот, ну, сколько обращал внимания на фарм. Мол, это очень сильно влияет. Но эти ребята, целыхешники, победили фейкера. Почти что победили китайцев. Пофиг на фарм. Фарм идет в зависимости от того, какая игра СТИКСА делает-таки этот килл. Но, правда, он был здесь не один. Вместе с ним был здесь Афраму, Апопе. Вынуждена была убежать. Это вот ловят Фафаблос, который прилетел. И к Смите, может быть, его убьет. Сегодня Фафаблос сдает кушку и отбегает. Фафаблос у нас обладает пока только поражениями. Победу одержали Супермассивы с другим своим топпером. Сталдрином. Но у Фафаблоса были лучшие игры пока что. Ну, как бы вот то, что он играл две игры. Команда была очень близка Супермассивы к победе. Были очень близки. Но чуть-чуть им не хватило. И вот сегодня он в первой игре играл Талдрин против европейцев. Они не смогли выиграть. И вот сейчас Фафаблос играет... Не, подождите. Фафаблос и против европейцев был. Да-да-да-да-да. Он и против европейцев был. Или Талдрин там был. Блин. Теперь не помню. Вот они свапают ПКД топеров. Обманывают всех. Но у них разные пики, насколько я понял. Тут идея заключается в том, что Талдрин больше работает на контроль топерах. Маукай, Поппи. И одновременно с этим более таки... Как это? Удерживающих сплитпушеров. А Фафаблос играет больше на керещих топерах. Эко, Физ, там... Ганпланк. Лиссандра, наверное, тоже какая-нибудь есть у него в списке. Ну, вот сейчас они пока используют таких полутанковых. Ну, с топерами, конечно, в патче 6.8 большая жопа. Из-за того, что произошли небольшие нервы на некоторых чемпионах. Мы обречены видеть трех чемпионов. Ну, и еще периодически видим Трандла, четвертого чемпиона. Топеры жутко ограничены в своих пиках. Можно это ограничение снять. Но тогда надо как-то убедить самих себя, что может джанглер быть другой. И адекерий может быть другой. То есть, понимаете, чтобы, допустим, сыграть топера того же самого Ганпланка или Лиссандру, вы должны, следовательно, играть через, ну, допустим, северку, как адекерия. Ну, Калисто, кстати, годится тоже для Лиссандра, допустим. А вот Эс уже не очень годится. Вот попытались, кстати... А, так на Лиссандре он играл же. Я сейчас вспомню, Фафабулос же играл на Лиссандре. Или Тонаро был на Лиссандре. Короче, Айчу был тогда на Изреале, а они против китайцев играли. А на Лиссандре кто-то был. По-моему, это был Фафабулос как раз-таки. И он классную ульту дал по пяти игрокам, но проблема была в том, что Айчу в этот момент был прямо на базе. То есть, такое впечатление, что ребята вообще не обговорили момент, кто реколится, а кто остается. 2-0 по Дрэкам ведут CLG, а по Ревгеральдам они сравняли счет 1-1. И я вот не помню время. По-моему, на 13-й минуте был забран Ревгеральд. То есть, еще третий Ревгеральд будет в этой игре. И до 20-й минуты, соответственно, успевает. И, кстати, третий Дрэк будет тоже до 20-й минуты. С командой Супермассив очень можно Дрэков хорошо так делать. Ну, не то, что они позволяют, а в смысле то, что... Вообще в игре позволяется делать Дрэков. Ведь в прошлый раз Супермассиву против Европейцев сделали 3-х Дрэков. А вот теперь вот против них сделали CLG 3-х Дрэков. Нара у нас тут на меде, пытался что-то запушить. Не пошел он к своей команде. Знал он, походу, что команда сможет отбиться. Даршан, небольшие проблемы. И он решает отфлэшиваться. Честно, я охреневаю, зачем он отфлэшивался. У него есть ульта. У него есть Сарака в двух экранах. Даже ближе, чем в двух экранах. И есть Тиксай, который может ультануть Сараку. У Сараки есть ульта. Зачем ты флэш тратишь? То есть флэш это 5 минут КД. А любые из этих спеллов... Ой, как тут Нару поймали. И не было у него прыжка. Но он флэшивается. Прыжок откатывается. Но Саракина автоатака добивает. Банана Пава. И это килл от Афраму. Говорят, что это Тавершат его добил. По-моему, там автоатака долетела. Тавершат как раз таки не добил Нару. Нару сделал как раз перед этим улынчик. У него не было сразу прыжка. И вот Хухи его с прыжка и ульты кинул под башню. Сарака дала по нему Сайленс с дэмэджем Кушки. И после этого отфлэшился Нару. Почти успел сэскейпаться, но не получилось. Напоминаю, что единственная победа у супермассивов на этом чемпионате только на ЦЛГ. Да, видите, вот он вернулся назад. Тут же бах. Ну давайте, смотри, вот он Сайленс. Отошел. Получил экзост. Кушку флэшивается. Прыжок. Не, это вышка все же засчиталась. Что-то я не понял тоже. Вроде удар вышки долетел. Он снял ХП, но урон не убил вроде бы сразу Нару. Но и автоатаки Афраму тоже не было в полете. Вроде это банан его убил. Ну, если оценивать вышку, это банан его убил. Афраму такой, дефендит свой вард. Только что поставленный не получилось. Так вот, я говорил про то, что выиграли супермассивы только ЦЛГ на этом турнире. Но самое главное, они выиграли как раз, используя примерно такой же пик. У них был Эко на топе. У них была Лебланк на меде. У них Ачо был действительно на Люциане. Единственное изменение, это у них нет Барда сейчас. И Джанглер, я не помню, кто у них был, если честно. По-моему, у них Грейфс и был Джанглер. Я еще говорил, что хороший будет лейтгейм у команды ЦЛГ. Все равно, хоть и Икс Митти проседает, потому что у него кендретка. По-моему, да-да-да-да-да. По-моему, все равно был этот же матчап кендретка против Грейфса. Ну да, сейчас комментаторы вспоминают тоже предыдущую игру, как раз их, которая вчера-то совсем прошла. Северка очень сильно просела по фарму, но помимо этого она еще и киллов не имела. И вышки она теряла. Вот в чем была проблема. Здесь же по вышкам у ЦЛГ все хорошо. Дрейков так же, как и вчера у них было. И, что самое главное, Стиксай наконец-то киллы получил. И даже то, что он отстает на 20 фарма от Люциана, который, ну, где-то их надыбал. Я не знаю, где он набирает столько фарма. Это уже никак не влияет. Идет Олл-Ин от команды Супов. Они решают ворваться. Дамблдор подкидывает. Стан идет от Фафабулуса. Пошла ульта. Ульта назад. Икс Митти вынужден был ультануть на свою команду. Спасу и Афраму делает флэш. Нет, это было не флэш. Или это флэш было. Что-то не въехал. Но, к сожалению, у Фафабулуса не хватает дэмэджа. И нет уже мана, чтобы воевать. А Нару, как видите, не надамажил. Правда, у Нару есть ульта и игнает. Но подходит с другой стороны к нему. Икс Митти дает прокастик и убивает. Выиграли тимфайт СЛГшники. Да, сегодня они анстаппабл, конечно. Оу! Хотел сказать я, что они анстаппабл. И тут Нару сделал килл. По вардам где-то прогулялся. Икс Митти. И Нару легчайший килл на нем провернул. Ну, еще и мапсов сейчас заласхитит. Да. И назад вернется на рекол. Но Нашора начинает делать... А, это не Нашора, извините. Я хотел уже начать... Снова включать режим громкости. Что Нашора начали делать. Сейчас будет война за Нашора. Но нифига подобного. Это просто Рив Геральд. Тот самый третий. И три Рив Геральда. Два из них забрали СЛГ одного. С супермассивы. А вот Дрейка... Сейчас он там апнется. Пойдут ли они его делать? Чего не хватило им? Их было пятеро. Они ворвались. А-а-а! Нару! Что же они не видят это? Фейкер сегодня это не видел. Нару тоже это не увидел. Нару потратил прыжок. Во-первых, он хотел через прыжок приблизиться. Это уже плохо. Вместо того, чтобы наносить дэмэдж. Так он еще умудрился войти в этот прыжок в стенку. Да, по ворду X-MT прошел. И поздно очень увидел он Нару. Погиб. Хоть и увернулся, кстати, от спелла Нару. Но какая разница. Дрейк нужен, конечно же, супам. А, они его забрали. Пока мы смотрели повторы, они его забрали. Вот, у них один Дрейк и два у ЦЛГ. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто Дрейка сделали. 2-1 по Дрейкам. ЦЛГ минимальное преимущество имеют. Ой, минусов Раму. А почему не впрыгнул? Идет с другой стороны встречать. Да, минусов Раму. Или... Ай-яй-яй. Я даже задержал дыхание. Какой моментик. Ну, ответ на килл будет. И ответ на килл там на топе тоже будет. На миде, то есть, тоже будет. Но это такой бред. Афраму уже за Great Escape вроде бы сделал. И тут Хухи говорит. Ты куда, Афраму? Лови. Лови Лебланк себе в лицо. Поймал он Лебланк в лицо. Умер. Но Лебланк в итоге умерла. У Даршана небольшие проблемы. Его Арчу здесь сейчас убьет. Не могут вообще-то сражаться. ЦЛГшники. Странно, что супермассивы не пошли дальше. У Хухи не было манов. У Даршана не было ульты. И к Смите... А, у Ксмите была ульта. Вот почему они не пошли. Все-все-все. Все нормально. Потому что тут было бы 50 на 50. С флэша прыгает Фафаболус. Но отфлэшивается тут же Хухи. И Афраму рядом. Тут как тут нажимает хил на него. Ну что ж. По киллам вроде, ребята, это держится. Давайте смотреть еще раз. Зафейлил здесь Нару. Прыгнул, нанес урон. Не попал цепью. Нанес урон еще с кушки. И здесь, казалось бы, уже убежал Афраму. Но в него вкидывают просто двух игроков Хухи и убивают. Если бы Хухи в другую сторону дал ульту, я думаю, они бы все равно убили Грейвса и Лебланк. Но при этом Сарака бы осталась в живых. Ну, мне так кажется. У Грейвса не было флэша. Да, у Нару хоть и был флэш, но ему там убегать было уже некуда с таким ХП. Ну, ладно. 8-6 у нас тем временем стал счет. Плюс 3000 идут СЛГшники. За счет фарма Маукая. За счет уже хорошего преимущества по фарму от Кендретки. И, ну, по киллам идут впереди. Плюс ферстблат не забывайте. Ну, и еще Рев Геральды. Много разных вот таких вот мини-объектов они набрали. А, еще и две вышки я даже не заметил. А когда они вышку еще одну сломали? Вот это, видимо, в одном из повторов пока показывали. Сломана тир-2 вышка на топе. Тир-1-то они уже давно сломали. А супермассивы все еще не могут сломать тир-1 на миде. Там, правда, мало ХП осталось. Ой, Афраму идет фейс-чекать. Но он сейчас не один. Вместе с ним стик сай. Отпрыгивает и отпрыгивает Штурмгард. Да, у него Афраму, ну, английский комментатор правильно подмечает, Афраму довольно тяжело убить, даже если нет рядом стик сай. Тут со стик сайом таком вообще бессмертно, потому что стик сай, если на реакции нажмет, то спасет. Ну, у него уже сделан Иегас, у него уже до конца сделан Сайдстоун, с Голдером, отфлэшиваются оба игрока. Но красный баф добивает такие Иксмити. И надо очень аккуратненько убежать Люцик. У Люцик обошел все это дело. Фабула сцепляет Даршана. Даршана пытается убивать, но тут рядом стик сай. Ай, Дамблдодж, 1 в 5 полез куда? Просто. С другой стороны, Нару пытается обойти. Сейчас по вардам начнет гулять. Ну, Нару как-то слабенько играет, конечно, Лебланк. Но Дамблдодж из выигранного сражения превратил в какое-то странное сражение все это. У него 2 игрока отправились на рекол восстанавливать хп. Он фигню начал делать. Пытается Лебланк найти возможность зайти с другой стороны. Но здесь вышка перекрывает ей проход. Плюс она по вижену гуляет. И даже это больше похоже на байт. С ЛГшники очень сильно байтят. Нужно как-то ваншотнуть, конечно же, Сараку. Вышка ломается здесь снизу. Оооо, цепляет Даршана. Даршана ваншотывает. Вышка его била, на самом деле. Не сразу успели убить вышку команды ЦЛГ. И потеряли на этом Даршана. И, скорее всего, сейчас потеряет вышку на меде. Хотя нет почему. Азира достаточно мана, чтобы поставить солдат и отпушить. Нару тут прыгает, что-то скачет. Лучше бы в кусты зашел и выбил пинг. Что? Ай, Люциана убили. Правда, за что непонятно, где непонятно и почему. Нару кидает цепь, попадает во фраму, но тот отходит назад и уворачивается от прокастика. Покажите нам повтор, от чего умер Люциан. Я что-то не въехал в этот прикол, потому что Люциан ни по кому урон даже не наносил, а просто умер. Убило его синий, синий не получилось. Пытается убивать Нару, ну наконец-то. Причем ульта Грейвса тоже задела, и это еще Грейвсу ассист достался. Вот это было бёрст. И сейчас про себя фраму должен задать вопрос. А нужен ли мне... Нет, это какой-то чушь. Он просто один в три пошел воевать. По нему и Сарака попала здесь. Но что-то какой-то бред сейчас сделал Люциан. Я вернусь к мысли. Фраму должен задаться вопросом, а нужен ли мне Баннер оф Команд? Он стоит дороже. Он не дает мне ХП. По мне надо Локет было чистый собирать, и никаких проблем. Баннер оф Команд дает только усиление твоей ульты и усиление твоего хила, соответственно. Но усиление там настолько минимальное. Забрали второго Дрейка для себя с супермассива, потому что без Сараки что-то не очень хочется воевать с ЛГшником. Но они все равно начали битву. Дамблдора здесь убивают. Он выигрывал много времени для своей команды. Но Лебланк не может обойти весь этот процесс. Она решила просто реколиться. И это минус еще один игрок. И это походу на шор. А что? Куда Лебланк-то слиняла? Стояла с Дамблдором. Стояла, стояла. И вдруг куда-то слиняла. Ой, Фафабуласа ловят. Придется прыжок тратить. Стиксай даже на этом чемпионе великолепен. Я говорю даже, потому что мы с вами видели так себе его игру на... Ой-ой-ой-ой, Афраму! Ой-ой-ой-ой-ой! Он вернулся! Но тут Стиксай влетает с флэша, делает килл. И еще один делает килл на Нару. Ой, что Стиксай творит? Что творит этот парень? Кто остался у команды Сапов, Ачу и Дамблдор? Не перепрыгнул Эксмитя с первого раза. Но перепрыгнул уже со второго. Даршан обходит вокруг. Мало очень хп у команды ЦЛГ. Но некому просто бороться за этого на шора. И по-моему в этой игре вот теперь уже все ясно. Стиксай, но уж слишком хорош. Даже на Калисте. А это вопросик. Нахрена они тогда пикали вчера Сивирку? Ну просто он идет и прыгает. И мопцы подошли, он прыгнул. Сейчас он ультанет Афраму. Афраму впрыгнет. Вроде бы уже все. Умер Афраму. Нажимает Фафабулос ульту свою назад. Оказывается в неудачной ситуации. И как только заканчивается там, W, Стиксай флэшится, убивает двоих. И начинает еще замедлять остальным. Остальным оказался там Нару. Которого демеджа не хватило, чтобы ваншотнуть Афраму. 14-19 минус 7000. Неожиданно стало преимущество команды CLG. Плюс 7000, соответственно, получается. Это три вышки, это киллы. И теперь это уже расфиженный Стиксай, да еще и который с Хекс Дринкером. Как убивать парня с Хекс Дринкером за Лебланк? Спросите, что попроще. Ловушка. В эту ловушку зашло очень много игроков. Но по вардам они не пробегали. Сапы по вардам не пробегали, но CLG-шники просто не торопятся. Они хотят объединиться вместе и идти тогда только, когда они будут вместе. Видите, они даже не проверили эти кусты. Они даже вот сейчас только зашли в эти кусты на всякий случай. Варды хотели выбить, там просветка была потрачена. По-моему... Нет, не было потрачено. Придется защищаться по-честному. Подчизить, случайно сделать килл, не получится у супермассивов. Ну и как-то вот... Очень обреченно я смотрю на их пик. Они никого уже убить не могут. Под Саракой Лебланк очень слабый. Азир просто разъяривает всех. Нужно было бы, наверное, сейчас сделать инициацию. Слишком много хп потеряли еще до начала файта. Инициацию делает уже даже сам Афраму. Стиксай просто впрыгивает всех. Сарака его лечит, он бьет и остается в живых. CLG зашли наверх, сломали вышку и сейчас спустятся вниз и начнут... Сломали, извините, ингибитор и спустятся вниз и начнут ломать уже мид. Ну, фулл хп восстановили себе сапы. Сейчас можно тогда повоевать за вот этот ингибитор. Ну, нужно... За один из этих ингибиторов нужно воевать. Влетает Фафабулус. Оно тут же отлетает, не успев даже нажать R. Сайланс с Араки слишком ОП. Может, я был неправ. Ну, по поводу Жанны плюс Сараки. Жанна тогда получается... Смотрите, в чем проблема. Давайте пойдем так. Жанна идеально подходит команде CLG. Им нужна Жанна в команду. Но! Сарака очень сильно контрит Лебланк и очень сильно контрит Фафабулуса. Потому что туда, куда будет прыгать Фафабулус, они это увидят. Он сразу кинет Сайланс и ему оттуда не выйти. Врыв идет от... Боже, этот дамедж. Просто развал. Трипл килл для Стиксая. 11 киллов. Этот парень все еще непобедим. Играют они вокруг своего Адекери и выигрывают уже 4 игры на этом чемпионате, проигрывая 2. В одной из которых Стиксай сосал, а во второй, в которой Даршан натворил... натворил делов. Расстроились немножко супермассивы. Они очень близки были к победе против европейцев. Не так уж и близки были к победе против америкосов сейчас. Все же чувствовалось, что все киллы, которые они делали, это было больше на шару, чем как это скоординировано. Вампирчик вернулся в Голд, поздравляю тебя. Ну что ж, периф у нас. Впереди нас ждет обещанная победа европейцев над китайцами, но давайте посмотрим, смогут ли победить европейцы китайскую машину, которая идет уже 5-0.